«Имя Ар-Рахман» – самое одно из великих имен Аллаха, самое одно из величных имен Аллаха. Аллах, Субхану Ва Тааля, когда в Куране описывает какие-то великие события, именно использует свое имя Ар-Рахман, приводит свое имя Ар-Рахман. Например, смотрите. Субхану Ва Тааля, История, когда Ибрагим призывал своего отца к религии, к единобожию. Смотрите. «Я абати, лима ти абуду шайтан? Инна шайтана кана лиррахмана асия? О, мой папочка, почему ты поклоняешься сатане? Поистине, шайтан, он ослушался милостиво Ар-Рахман». То есть вопросы Таухида. Аллах, Субхану Ва Тааля, здесь использует, приводит свое имя Ар-Рахман. «Я абати, инни ахафу айямаса ка азабу мин ар-Рахман, фатакууна ли шайтана валия?» О, мой папочка, я боюсь то, что к тебе придет наказание от милостивого, от Рахмана, и тогда ты станешь другом шайтана. Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит с суратой Фуркан, «В тот день, в судный день, развернется небо и покроется облаками. И в принудительном порядке, в судный день, развернется небо, покроется облаками. В принудительном порядке Аллах, Субхану Ва Тааля, спустит ангелов». То есть страшно, такой страх, такой трепет человек, когда читает такие аяты, и задумывается, какой будет великий судный день. Но дальше Аллах, Субхану Ва Тааля, успокаивает нас с вами и говорит, «В этот день истинная власть будет принадлежать Ар-Рахман, милостивому». И для касательно неверующих это будет сложным днем. Субхану Ва Тааля, в этот момент, братья, когда мы с вами, мусульманин, читает аят, «В власть будет принадлежать милостивому». В какой день? В тот день, когда развернется небо и покроется облаками, то есть страшный, суровый день. Но здесь Аллах, Субхану Ва Тааля, сказал «милостивому». То есть у Аллаха, Субхану Ва Тааля, почему-то сказал «милостивому». У Аллаха есть другие имена, Джаббар, Аль-Мунтакин, великие, наказывающие. Но почему Аллах сказал «милостивому»? «Ли-я-та-аллика кулубы л-ибэд бихи ва бирахматих». Чтобы сердца рабов Аллаха были связаны с Аллахом и с милостью Аллаха, Субхану Ва Тааля. «Чтобы обрадовались Аллаха, те, кто покараются, поклоняются Аллаху, постящиеся, молящиеся, те, кто делают земные поклоны, Аллаху Субхану Ва Тааля, несмотря на страх этого судного дня, чтобы они связали свои сердца с милостью Аллаха Субхану Ва Тааля и положились на прощение и на милость Аллаху, уповали своими сердцами».